по правой повешу на первой всем привет это продолжение тест-драйва здесь сколько сейчас подъем градусов наверно это начинается внедорожная часть мы с Серегой поменялись местами и сейчас небольшой подъемчик да решили проехать на заднем приеме просто чтобы проверить как тягу двигателем 5 я малость обнагрел я еду на заднем приводе да то сейчас такой идет подъем красав 10 каменистым я не газую потому что я тихонечку я чувствую когда проскальзывает у него колесо мотора хватает за глаза я еду на заднем приводе да вот тоже интересный момент то есть говорят не хватает мотора то есть слабенький мотор уазика я честно говоря не понимаю сколько должен быть не слабенький 200 лошадей чтобы порвать всю трансмиссию его нафиг смысла нет то есть этого мотора хватает чтобы вот спокойно тянуть автомобиль все просто было интересно попробовать там заезжал не было перекусы и покруче там я чувствовал даже когда он шлифанул я чуть-чуть сбросил надавил он поехал то есть смысл такой что я думал что он может не будет развивать ну не хватит ему тяги ему хватает и заехал на подъем он был сыроватый кое-где перекосы внутри то патриоты тут разве что же такое такое то я это как насильно не знаю там как муравьи в лесу на самом деле это уже третий по моему патриот который нам попался навстречу как мы только в лес заехали их последнее время стало очень много у нас они уже тут недорожье устроил блять можно уже чё-нибудь оторвать ему лично дерево тут соскальзывает что ну да он туда спуститься будет сейчас выйдем на площадку спустимся спустимся не интересно просто все сзади какая-то палка подожди серёга сейчас нет нет них и не вот так вот ну-ка серёга круто не колесиками хотели перехитрить это у нас уже началось ну смысл такой что да я поехал просто по самым можно было объехать вон там но я тихонечко попробовал пролезть у меня не получилось то есть правило номер один на бездорожье на таком автомобиле выбирайте дорогу выбирайте легкое бездорожье и В общем, первая наша ошибка На самом въезде Никогда мы здесь не застревали А вот сегодня застряли Вот такой вот участочек Несложный на самом деле Решили Побоялись ехать Вот в этом месте и решили Объехать С краю И провалились колесом Диагональное вывешивание и все, привет Самое начало То есть здесь вообще никто никогда не застревает Но мы умудрились это сделать Серега А можешь чуть назад дернуться? Чуть-чуть Главное, рвеньки Нет Давай Так, это наш спаситель Нас выдернул только что ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это довольно сложный участок Подъем Я специально замерил Там 16 градусов Именно градусов подъем Каменистый Постоянно вот эти мокрые камни Довольно-таки Они большие То есть клиренс Притык Стандартного у вас Что-то весь В каких-то напрягах Я бы сказал Чтобы не поранить автомобиль Как не крутить Т-с драйв-т-с драйвом А машина Потому что Вообще Незащищенная Что-ли сказать Страшновато Страшновато Пробить бак Как нефиг делать Здесь камни Очень-таки серьезные Когда снимает И потом спрашивает Что вы думаете Как вы думаете Что будет дальше Патриот не проедет Патриот проедет и сломается пополам патриот проедет на заднем одном приводе а сейчас мы это узнаем как бы это как все это передать не знаю но наклон серьезный вот этот каменный подъем достаточно и серьезное испытание для уазика достаточно серьезное испытание да что ж такое а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, я забыл материться. Простите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работа оператора и опасная, и трудная. Ну где наша не пропадала? Наша пропадала везде. Он еще и камнями швыряется, блин, какой злой джинник. Саня, ну как так? Так, 175 миллиметров дорожного просвета, что творят. Задним мостом шарф-старкался. Кисть, вот я вот этих вот, вот эту дорогу вот боялся. Ну, боюсь очень сильно. Просто в плане, как боюсь. Ну, еще раз повторюсь, что все-таки тест-драйв автомобиля чужого подразумевает, что мы его вернем, как бы, в целости и сохранности. Это не то, что нам шины Гудир подогнали. И что хотите с ними, то и делайте. Но едется, я даже вот скажу, заслуга шина очень немаленькая. Слушай, хорошая шина. Вообще, я понимаю, что поставить Гудирь же в данный момент такие же, такого же дармера посмотреть, как это все сравнить. Ну, как минимум, как минимум, тут вот прижимаешься порой, где объезжаешь, такие корни торчат, камни, все менее опасливо, что ли, за боковину. Потому что все-таки боковина здесь усиленная. Ну, вот, насколько, как бы, проверить, лучше не проверять все-таки. Но, если мы едем, кондиционер работает. Да, вот это, конечно, интересно. Едем в лесу, и, как бы, кондиционер, окна закрытые, да. Комары все попадали от ужаса, потому что они не знали еще. Что можно замерзнуть летом. Можно в УАЗике замерзнуть летом, да. Опа, ну. Нифига себе, как так? Как так, не знаю. Звука не было? Да звука знаешь, сколько было, пока я ехал. Там где палки-то не были? Там прямой лежало, кстати. Которую я сниму. Да, ну, пахнет. Серега, тебе страшно? Немножко, да. Почему немножко-то? Ну, потому что глаза боятся, а шины делают. Ха-ха-ха. Это не реклама. Ха-ха-ха. Это заболоченный участок. На самом деле, мы здесь уже приезжали, как бы, на стандартном патриоте тоже. Но в этот раз мы схитрили, немножко схитрили. И поехали не напрямик, а по обочине. Если это можно так назвать, обочина. Поводитель. Во многих видео мы проезжаем на 40-х до на 37-х просто, прямо. А как шаг проехали на стандартном патриоте? Все видели. Это к вопросу о том, как надо убирать траекторию. Зачем тогда я траекторию выздирал, когда можно было прямо проехать? Ты не показывал это никому. Поехали. ПОДПИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...